В среду 12 сентября председатель Федерального конституционного суда Германии Андреас Фоскуле в своей пурпурной мантии и широком берете тихим, но твердым голосом зачитал решение Второго Сената суда по вполне судьбоносному вопросу. Вердикт, по общему мнению, носит переломный характер и был встречен присутствующими журналистами возгласами одобрения и облегчения. Сенат решал непростой вопрос. Не противоречит ли уже ратифицированный Бундестагом закон о создании Европейским Союзом стабилизационного механизма, чаще его называют антикризисным фондом, ибо он таков по своей форме, Конституции Федеративной Республики Германия? Многочисленные истцы требовали по меньшей мере временной приостановки процесса ратификации закона до выяснения его реального государственно-правового эффекта. Правительство и лично госпожа канцлер Ангела Меркель делали все возможное для того, чтобы убедить суд в жизненной важности такого фонда, с которым напрямую связан так называемый фискальный пакт, пакет общих правил бюджетно-фискального поведения стран Еврозоны. Главный аргумент, разумеется, сводился к тому, что любое промедление смерти подобно и ввергнет общую валюту в непоправимый штопор. Новая программа по неограниченной закупке так называемых суверенных бондов, то есть долговых обязательств, не слишком платежеспособной государстве Евросоюза, принятая всего лишь неделю назад Европейским Центральным Банком, тоже оказалась бы мертворожденным ребенком. Она напрямую увязана со стабилизационным механизмом и без него недееспособна. Противники закона, такие как известный политик Баварского христианско-социального союза Петер Гаувайлер, аргументировали тем, что положительное решение суда повлечет за собой множество отрицательных последствий, вплоть до фактической потери Германии своей государственности. Стабилизационный механизм, как его ни ограничивай, ни уточняй, будет означать инстанцию высшую по отношению к органам, символизирующим суверенитет Федеративной Республики, ее правительствам, парламентам, судам. Правил поведения, предусмотренных фондом, никто в Германии отменить не сможет, даже тот же Конституционный суд. Решалась таким образом не только судьба страны, но по-своему и судьба всей Европы в ее нынешнем виде. Во всяком случае, на обозримое будущее. Суд не рискнул уронить Евро. Председатель суда Андреас Фоскуле, кстати, очень перспективный деятель, которому Ангела Меркель однажды уже предлагала должность президента, тихим, но твердым голосом сообщил собравшимся, что нет, закон Конституции страны не противоречит. Это, как и следовало ожидать, возбудило биржевых спекулянтов, которые бросились покупать европейские деньги и акции отстающих стран. Теперь в Европе возник как бы один общий карман, из которого будут оплачиваться долги нерочительных хозяев. Все обозреватели согласны в том, что вердикт существенно приближает трансформацию Европейского Союза в федеративное, если не унитарное государство. Что это будет означать для Германии, станет ясно в ближайшем будущем. Остается только этого будущего дождаться. Продолжение следует...